Друзья, всем привет и сразу к делу! А прямо сейчас вы увидите историю из первых уст о взрослой жизни, которая касается абсолютно всех тех, у кого есть автомобиль. Особенно, если вы этот автомобиль используете для бизнеса, извоз, перевозки или вообще в целом передаете кому-то свой автомобиль в управление, в том числе по договору, что может произойти в один, в кавычках, прекрасный день. Человек подробно расскажет всю ситуацию, которая с ним произошла. Для затравочки, для понимания, была машина, уехала, долг перед банком остается, автомобили покупали для того, чтобы заработать денег. В итоге исчезновение вот этого автомобиля привело к тому, что бизнес весь скатился к нулю и очень много интересных деталей, с которыми потерпевший поделится с нами. Сюжет этот записываем для того, чтобы предупредить всех, что может произойти, чтобы вы учились на чужих ошибках. Человеку за это огромное спасибо. Если вдруг кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией, знает, как правильно поступать, пишите ему на электронную почту, адрес вводим на экран. Но, на секундочку, он обошел многих адвокатов и юристов по Москве, обращался в различные организации, об этом он расскажет. Как помочь ему, никто не знает. Вот такая необычная история прямо сейчас. Приятного просмотра. Давай начнем от обратного. Расскажи, пожалуйста, чем вообще ты занимаешься, для чего тебе были нужны машины, чтобы людям было понятно, с чего вообще все изначально началось. Да, решил в 2019 году заняться, скажем так, историей сдачи автомобилей под такси. Ну, соответственно, денежные средства их привлекать-то особо неоткуда, прям вот в таком масштабе одна машина неинтересна. Но решили воспользоваться лизингом. Соответственно, лизинг выбрали из всех самых лучших на тот момент предложений. Это был альфа-лизинг, альфа-мобиль. Взяли у них 5 автомобилей, оптимы, там, 4 оптимы, по-моему, один солярис, что-то такое, да, вроде попробовали. Дело пошло, как бы нам все их сдали, мы их там, образно, обклеили. Ну, как это все делается, да, под агрегаторы, под Яндекс, и поехало. Нашлись водители, хоть там и пандемия была, образно, это как раз выпало тяжело, но все же водители есть, сначала под аренду пробовали, вроде как пошло, аренда там сама себя купает, вроде бы как, что-то небольшой плюс где-то там виден. Ну, понятно, он там на финише в основном. Окей, все это дело у нас запустилось, и мы как бы решили расширяться, скажем так. Решили, ну, попробовать еще какие-то автомобили. Ну, там уже прошло там год, уже, образно, экономику посчитали со своим партнером. Посчитали экономику, в принципе, можно работать дальше. К тому моменту уже у нас водители устаканились, одни и те же стали работать, то есть машины уже не так бьются, ну, то есть, в принципе, бизнес реально, как бы, в целом, вроде бы прибыльный, там, морковка наша, да, которая там вот эта золотая висит, она у нас где-то стала приближаться. А по итогу, что решаем, купить еще автомобили. В 2021 году, думаю, нужно выходить уже более, ну, как-то посерьезнее автомобили, брать. У нас уже на тот момент было 8 автомобилей, они все были выкуплены, да, все были выкуплены. И мы берем Camry, принимаем решение брать Camry все-таки К+, востребована машина, ну, и надежная, не так ломается, там, туда-сюда, вот это все мы посчитали. Опять в том же Альфа-мобиле. Делаем заявку, нам все о добре, все окей. Забираем машины, сдаем их. Сдаем их сразу под выкуп. Под выкуп чем? Удобно вроде как, ну, наверняка, те, кто сталкивался, знают, что один водитель, машина, как бы, обслуживается, как бы, одним водителем, ездится на одним водителем, ну, и, по сути, как бы, она не так убивается. То есть выгоднее. Хорошо, взяли под выкуп, вроде как, думаю, будем сдавать. Ну, то есть, по сути, тот же лизинг выплачивают они, ну, только через нас, да. И мы на финише получаем там свою маржу. Слушай, вот давай сейчас здесь, чтобы людям было понятно, потому что всем интересно денюжки. Какая маржа? Вот расскажи, пожалуйста, вы берете машину в лизинг, то есть весь смысл заключается в том, что вы ее сдаете, и человек, который на ней работает, он этот лизинг отбивает, еще и вам денег зарабатывает, правильно? Да, допустим, допустим, как получается? Ну, на старте, на старте, соответственно, ты должен машину подготовить. То есть ты купил, а, там, ты ее заплатил первоначальный взнос, б, ты ее, там, заплатил все страховки, ц, ты, там, ее обклеил, подготовил, там, по всем, там, зимняя резина, там, и прочее, прочее. Все, как бы, ты это сделал. А, сделал лицензию, кстати, еще лицензия. Ну, там, по сути, только время, там, маленькие деньги. Все это дело, да, и в итоге, там, ну, ты считаешь свою, образно, затрату на вот этот вот, свои вложения, да, на первоначальном этапе, ну, и далее ты ее рассчитываешь на весь этот период лизинга. Соответственно, ты ее не можешь, ну, соответственно, да, сдавать столько же, сколько тебя просит лизинг, ты сдаешь всегда дороже. Ну, и по итогу, ну, процентов, наверное, если так брать на кругу, ну, процентов, наверное, 15 ты, по идее, заработать должен. Если все хорошо. В рублях, вот просто на примере, хотя бы одной машине, вот, вот, ты говоришь, что там... Ну, тысяч триста. Тысяч триста? Тысяч триста, да, триста, четыреста, все зависит от того, какой водитель, какие затраты у тебя в начале. Триста, четыреста, это за какой период? Это за весь. За весь период? Да, да, там не такая уж большая маржа все-таки. Короче, в месяц сколько это выходит? 10-15 тысяч, типа, чистыми можешь приплыть? Ну, где-то так, да. С одной машины? Где-то так, да. 10-15, вот, плюс-минус. Ну, и, соответственно, вот здесь как раз та самая подводка. Четыре машины, пять, шесть, семь, восемь. Да, соответственно, чем больше, у тебя растет, да. Да, чем больше, тем... Там есть еще плюшки, которые ты там подключаешь, сам это обслуживаешь. Ну, для этого нужен парк большой. Ну, соответственно, чтобы у тебя был большой парк, тебе нужно его нарастить, да. В этом выпуске я хочу дать только один комментарий, но он интересный. Я спрашиваю у Романа. Вы покупаете Camry в 2021 году. Это, получается, девятая и десятая машина в их автопарк. Сколько была полная цена автомобиля? Внимание, друзья. 2 миллиона 400 тысяч он озвучивает мне ценник на момент 2021 года. Это уже цена с учетом выплат по процентам. Они заходят с минимальным первоначальным взносом 10%, берут его, судя по всему, на три года и машина поехала. А вот сейчас мы будем переходить к основной истории, так сказать, к развязке. Как одна машина может перечеркнуть весь ваш чистый доход со всего построенного с 2019 года, со всех девяти автомобилей. Слушайте внимательно. Наконец-то переходим к основному, к основной больной истории. Автомобиль один из Camry. Остальные все ездят, все окей. Один из Camry у нас отъездил, образно, там, наверное, полгода. По итогу этот автомобиль, человек, который, ну, соответственно, кому мы сдали, там, все как положено по договору, там, по всем вот этим вот историям, он, как бы, его, ну, скажем так, он, не он. Сейчас, как бы, история будет, да, вся разжевываться. То есть, он у него пропадает. Давайте вот так. Автомобиль Camry, вот, образно, вот, такой же, вот, да, как у меня. Он пропадает. У него пропадает. Якобы он его сдает сам, что он не имеет права делать по договору, сам сдает какому-то товарищу. Этот товарищ, якобы, его на тот момент куда-то тоже берет, катается. Он это делает еще втихаря, естественно, ни с кем не согласовывая. Он где-то там катается и не приезжает к нему обратно, вместе с этой машиной. Все, как бы, машина у нас с маячков пропадает. То есть, мы еще ставим здесь маячки на нее, то есть, это система вот этого слежения. Виалон, по-моему, да, виалон. Ну, не суть их, рекламировать нет смысла, потому что ее все равно заглушили. Да, она была заглушена, ее нет, этой машины. Он звонит мне через какое-то время, говорит, что вот машины нет. Посмотрите, пожалуйста, где она стоит. Я вот ее дал какому-то там неизвестному. Я его, естественно, знать не знаю. Окей, мы смотрим, машина вроде бы как где-то показывает, в одном месте стоит. Мы туда поехали, посмотрели, там ничего, там лес. То есть, машина стоит в лесу. Соответственно, видно где-то последний сигнал. Я не знаю, как это блокируется, я в этих делах не разбираюсь. Но в итоге она заблокирована, нигде ее нет, машины. Что мы делаем первым делом, да? Мы звоним, естественно, в Альфа. И начинаем им говорить, что, ребят, что же нам делать? Вот такая-то ситуация на таком-то, таком-то этапе. Машину найти самим не удается. Объехали там несколько дней. На что нам сотрудник Альфа говорит, что, говорит, звоните в полицию. И идите, пишите заявление в полицию. На угон. Растыми словами произошел угон. Кража, угон, машины нет. На угон. Хорошо. Мы, соответственно, идем все по-белому, все по-честному. Идем, стучимся в наши правоохранительные органы. И пишем заявление на угон. Подтягивают этого человека. Вызывают, соответственно, начинается какое-то там расследование. Что-то там. Что-то там начинают кого-то опрашивать. Между прочим, так, скажу на секундочку. Сидели мы 10 часов с юристом в ОВД, чтобы подать заявление. 10 часов с 10 утра и до 8 вечера. Причина какая? Что, следователь? Не было никого, кто нас мог. Да, где-то кто-то был всегда на каком-то выезде. То есть, соответственно, нас никто. Это была, кстати, это Москва. Это не где-то там, где-то там. Это Москва автозаводской. Просидели мы там, да, 10 часов. Нас приняли. Еще 2 часа мы там посидели, поболтали. По итогу он принимает, ну, этот следователь или кто-то там, опер. Я их как бы не помню, кто там уже. Сотрудник. Позвать, сотрудник, да. Он как бы начинает обзванивать, ну, собрал эти все контакты, кто там, кому давали все эти договора и прочее. Начинает он, получается, их обзванивать каким-то днем. Тоже всех вызывать и нас тоже. Соответственно, опять очередное собрание, ну, всех уже там вот того человека, который ответственный, тот, кому якобы передал, а тот, которому он передал, он, оказывается, еще одному передал. Цепочка пошла. Цепочка, да. То есть, по сути, как бы я не я, машина, как бы я не знаю где. Нелепо так, да. В итоге машина, а это было в... То есть, машину мы берем, когда в 21-м году, это в 22-м, то есть, в прошлом году, в мае, ну, чтобы вы понимали, да, это в мае произошло, да, взяли мы в 21-м в июле, в мае вот эта история произошла. Ну, то есть, какая там маржа, да, соответственно, машина еще не успела даже там какую-то часть отбить, даже, наверное, затраты, которые на нее первоначальные. По итогу, следователь, сотрудник, назовем его, да, сотрудник, опросив всех, принимает решение, что здесь нет никаких действий, нет никаких нарушений, абсолютно никто ничего не нарушал, абсолютно никто ничего, ничего не скрывает. Они все сидят и говорят правду, что вот я передал ему, а я передал ему, но мы этого не могли делать по договору, и мы это все передаем. Естественно, мы в недоумении, а что же делать? В итоге, идите, говорят нам в суд. Никакого здесь дела не будет, ни 158-й, а выплачивают страховкой, она у нас застрахована только по 158-й. Соответственно, 158-я кража угон там, ее никак сюда не привязать, потому что нет состава преступления. Вот такие у нас суперзаконы. А еще я знаю, что среди вас, зрителей, огромное количество автомобилистов, в том числе тех, кто планирует покупку себе нового автомобиля или автомобиля с пробегом. Специально для вас, ребята, у меня есть шикарная информация. Что это? Да это же толщиномер от компании Корсис, с помощью которого вы можете понять реальное состояние автомобиля, проверив его лакокрасочное покрытие. Ведь вы прекрасно знаете, что под видом ни бит, ни крашен, на вторичке могут втю-тюхать машину, которая была перевертышем вот с таким слоем шпакли. Точно так же и новый автомобиль, покупая, может нарваться на один окрашенный элемент. А благодаря этому профессиональному прибору вы можете все это проверить до покупки. Внутри прибора огромный функционал. Я специально оставлю ссылочку в описании, перейдя по которой вы сможете ознакомиться с ним и понять, почему же я делаю акцент, что это действительно именно профессиональный прибор. Если вы и вовсе занимаетесь автомобилями, и у вас его еще нету, покупать нужно прямо сейчас. В том числе подойдет как отличный подарок или сувенир тому самому любимому человеку, другу, брату, свату, который интересуется тачками. Поверьте, он будет приятно удивлен от качества вот этой продукции, которая на секундочку разрабатывается и производится на территории нашей страны в Омске. На прибор действует постоянная гарантия, поэтому переходите по ссылочке в описании, читайте, знакомьтесь, заказывайте с доставкой на дом и пользуйтесь на здоровье. Вещь реально толковая, смело могу его рекомендовать. Вы сидите все в полиции, этот говорит, я передал. Ну хорошо, он нарушил условия договора, не должен был передавать, то есть к нему один спрос за нарушение условия договора. Какая там ответственность? Ну, образно, штрафные санкции по договору он там должен заплатить, 5 тысяч рублей за день, ну и, соответственно, он должен вернуть автомобиль. В любом случае, либо оплатив всю сумму. Он такого сделать не может, соответственно, к нему... Потому что он передал его. Да, передал дальше. Тот, кому он передал, он что говорит? Он вообще говорит, что а я передал вот тому, у него вообще нет никакой ответственности, у него же нет даже договора. То есть к нему вопросов вообще нет? Вообще вопросов нет, он же не скрывается. Он говорит, что я, ну я же передал, я же честно говорю, я вот тому дал. А тот, кому он дал, неизвестно где. Он пропал. Естественно. В розыск его никак не объявляют? Никак нельзя. Потому что нет состава. Нет состава. Ну а когда вы задаете прямой вопрос, подожди, но машины нет, она пропала, ее угнали? Идите в суд. Ее не угнали. Она на ней катается по доверительному отношению вот этого человека. Он доверил. Он к машине отношений никакого не имеет? Никакого. То есть дядя с улицы, но на основании того, что он дал? Да. Классно. Да. Вам говорят идите в суд. Да. Нам говорят идите в суд. Ну, соответственно, мы как бы говорим, какой же суд? Мы же понимаем, что с этого человека, которому мы сдавали машину, что там какой же суд-то? Там с него взять-то, наверное, вряд ли мы что-то возьмем. Ну и пока это мы что возьмем, машина уже уедет неизвестно куда. Надо скорее искать машину. Соответственно, куда бы мы только не обращались. И к каким-то частным историям, к частным агентствам, которые занимаются поиском автомобиля. Автомобиль исчез. Все, автомобиль исчез. Ну, давай так, это же интересно, все-таки вы приходите к частным сыщикам. Да. Они вообще что говорят в вашей ситуации? Говорят, готовы искать, да. Поищем, да. Сколько стоит услуга? Заберем. Ну, у всех по-разному. Кто-то 150 объявлял. 150 по-быстрому найти. Кто-то объявлял. Ну, опять, по факту. Никто предоплату, кстати, не брал. А, то есть, типа мы ищем? Самое интересное, да. Кто-то 150, кто-то 200. Ну, плюс-минус. Ну, а вы соглашались на это? Конечно. А они ищут найти не могут? Ну, как бы они начали искать, и никто ничего не нашел. Прикол. Так. Вообще никто. То есть, машина все исчезла. Машины нигде нет. Через полгода, ну, как бы все мы это пробуем. Да, мы опять... А, мы пишем еще же, естественно, нас это не удовлетворило. Сыщики ничего, как бы, не ищут. Здесь, как бы, полиция нам пишет, что, как бы, до свидания. Идите разбирайтесь в суд. А этот чувак пишет, я вообще не виноват, соответственно. Да, и я, как бы, всем отдал. И не скрываюсь, давайте я везде буду говорить, пальцем показывать, что это взял вот этот человек. А он пусть третьим. Ну, понятно, у них там цепочка либо она отлажена, либо это какая-то глупость. Я, как бы, здесь уже не психолог, наверное, сильно глубоко не смогу разобраться. Вот. По итогу. Мы пишем, соответственно, в прокуратуру, чтобы нам проводили дополнительную проверку, что, как бы, машины реально по факту нет, что она исчезла. Машины нет, никто ничего не может сказать. Прокуратура пишет, а у них там, соответственно, у всех же сроки. Соответственно, месяц они выдерживают все. Соответственно, они этот месяц выдержали. И через месяц они пишут нам этот отказной, якобы, не отказной, а пишут постановление о том, чтобы отменить то решение, которое было, да, постановление или решение ОВД. По итогу вся эта цепочка проводится. Они опять пишут какую-то опять образную отписку, состав опять что-то они там провели, какую-то проверку, никого не вызывая. То есть у нас ОВД вот так работает. Никого не вызывает, никого не опрашивает. И пишут отписку через два месяца, причем нарушая все абсолютно сроки. Им никто не указ. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Никто им не указ. Абсолютно им все равно на все эти сроки. Никто не прокуратура. Хотя мы пишем прокуратуру, что вот были нарушены сроки. Ноль. Абсолютно ноль. Никакие сроки, ничего им за это нет. Никто их там не ругает. Они пишут по-прежнему. В итоге они вообще наше дело на нынешнем этапе вообще где-то потеряли. Поменялись несколько следователей. И наше дело просто где-то потеряно. То есть там три месяца у них уже прошло. Какой? Три, наверное, больше. Прошло. А у них месяц был на то, чтобы ответить. Ничего они не ответили. Ничего они нам не сказали. По итогу все это дело забросилось. Но это все, что касается Москвы. Потом получается, что появляется машина у нас на штрафах. Наша машина, нам приходят штрафы. А, кстати, мы же в это время продолжаем платить лизинг. Мы туда едеваемся. Да, да, да. Банк вам говорит то, что ребята. Платите. Платим. Какая разница. Машина как бы у вас. Она за вами числится. За вами все как бы везде она. Ищите как бы там разбирайтесь. Появляется день, когда ты начинаешь получать штрафы. Да. И я вижу фотографию с этим человеком. Кто сидит за рулем. Да. И не один штраф. А как бы они в разных областях. То есть машина каким-то образом выезжает из Москвы. Едет в сторону какой-то там области. Как оказалось, это предыстория сейчас будет. В какую область он ездил. Это было юг. Машина ездила туда. Потом возвращалась обратно. И везде под штраф. Но правда разные. Где-то на скорость. Где-то он там на светофор проезжает. То есть с лицом водителя. Понимаете. Есть человек, который в принципе сидит. Спокойно передвигается. Машина не в розыске. Машину мы не можем подать в розыск. Не можем ее. Частные агентства не могут найти. Но где-то почему-то они на каких-то супер платных этих. Наших вот этих радарах. Или где-то вот эти камеры. Откуда штрафы приходят. Никто ее найти не может. Ну то есть очень интересно. И за деньги не могут найти. Ну ладно. Машина ездит. Нам штрафы приходят. Нам их приходится платить. Потому что они x2. Соответственно 50% скидка. Нам еще и бонус. Приходит штраф. Но 50% скидка. Так что не очень конечно это все радовало. Но по итогу машина есть. Вроде машина объявилась через полгода. Мы вроде думали ее разобрали. Она где-то уже. Машина есть. Есть шанс. Мы опять давай скорее что-то там. Кому-то там. Вот эти частные агентства. То есть еще прикол заключается в том, что номера все то же самое. Ничего не изменилось. То же самое. Цвет поменяли. Цвет? Цвет. Поменяли. Они. То есть номера все те же. СТСка та же. Потому что нам все приходит. Нам те же штрафы приходят. А. И ключ у него не оригинальный. В черной она просто стала черной. Машина. А была белая. Желтая. Ну а таксишная была. Да. Они ее стянули. Пленку сняли. То есть по сути там за цвет. То есть ее даже может быть ее и штрафовать. Поменять то они ее не могли. То есть прям цвет прийти поменять в ГАИ. Они же не могут. Ну конечно. Нужны какие-то бумажки. Там же собственник. Я к тому то что просто как бы до абсурда доходит. То есть как бы до серии смех. Да. Просто машину взяли. Поменяли себе ключ. Или там тот же самый вообще даже по сути. Ключ. Тот же самый. Ничего не меняли они. И все. И короче катаются. А у тебя есть второй ключ? У меня оригинал. И у Альфа оригинал. То есть у него копия. Ага. И сейчас машина по сути ездит с копией. А вот эта машина она как бы она никуда не делась. Она существует. У нас есть информация. Но мы к этому подойдем. Давай. Да. Далее. Мы начинаем естественно быстренько-быстренько там что-то опять по этим по платным этим агентствам там. Ребята там вот смотрите машина здесь. Ну все они вроде начинают опять активизироваться. Да. Машина появилась. начинает смотреть. По итогу опять ничего. Опять машина где-то исчезает. То есть какое-то время она проезжает и опять исчезает. И нам говорят вот она последний раз выехала там допустим из Москвы там такого-такого-то числа. Все. Она пропала. Такого-такого числа я видел. У меня штраф пришел. Я знаю когда она выехала. В сторону там области да. Ну области дальней юга там. На Астрахань. Ага. Да. Машина в тех краях. Там у нее штрафы кстати начали приходить. Машина побыла в тех краях. По итогу. Все это дело вот тянулось да. Весь 22 этот год. Тянется все. Мы там что-то там ищем. Эти прокуратура нам все отписывается. ОВД нам все отписывается. Все нам эти отписки делают. Никто ничего. Соответственно никто ничего нам помочь не может. Частные агентства нам не могут помочь. А машина все так же где-то где-то там иногда появляется. То есть даже до того что вы приходите в полицию. Говорите ну вот машина катается. Нет. Не интересно. В базу куда-то вбейте. Чтобы вы на ближайшем посту задержали ни хрена. Основание. Ну моя машина. Основание ноль. Ты ее дал. Вот вы же ее дали. Она же не в угоне. То есть давай мне постановление о том что она в угоне. Мы ее тут же ставим в угон. Она будет в розыске. Ну а ты как собственник пишешь ни хрена. А я не могу написать в угон. Потому что я получается их начну всех обманывать. То есть если ты идешь честным путем. Ты их обманул. Ну не обманул точнее. Сорян. Ввел в заблуждение. Ввел в заблуждение. Что ты как бы машину вроде бы. Ты же сам отдал. А по итогу ты говоришь. Что это как бы. По итогу как бы она угнана. А ты же сам отдал. Вот есть человек. Вот у тебя есть заявление. Все есть. Ты не можешь ее подать в розыск. Никаким образом. Мне кажется только за деньги. Наверно. За какие-то. Но у нас к сожалению не было таких рычагов. Где можно за деньги ее в розыск. И соответственно блокировать на каком-то там ее посту. Либо на каком-то месте. Угу. В итоге. Все это дело тянулось тянулось. Штрафы мы платили. Ризинги мы платили. Машину мы все уже вроде смирились. Ну наверное мы ее никогда не найдем. Наверно все. Хана. Тачки нет. Прощай. Далее. Объявляется. Не то что объявляется. Наверно. Мне мой там давний знакомый. Через своего знакомого. Образа там знакомый знакомого. Да. Получилось у него каким-то образом. Узнать. Судьбу этого автомобиля. Судьбу по номеру. И по номеру нам говорят. Что ребята. Она у вас 23. 28 декабря. Того года. 28 декабря. Перестает быть. Не вашей. Не лизинга. А ее покупает там. Образно. Иван Иваныч. Образно. А покупает ее обычный физик. По каким-то там супер документам. А 29 его покупает другой физик. То есть присваивает номер. И погнал. Естественно. Что нам приходит на ум. Машина перестала быть собственностью альфа лизинга. Мы продолжаем платить. Да. А машина уже не собственность. То есть предмет договора. Это у нас как бы это собственность. Да. Альфа мобиля. Того же самого. По итогу. Сейчас. У альфа мобиля. Пропала эта собственность. И если мы ее выкупаем. Образно. Эту машину. Ну мы же продолжаем платить. Мы не злостные. Неплательщики. Мы доходим до финиша. Мы отдаем им эти конечные деньги. А что нам в итоге дают. Они говорят. А мы вам отдадим право собственности. Я задал этот запрос. Альфа. Я позвонил. Когда узнал эту историю. Не стал им прям кричать. Что я знаю. Задал им опрос. Говорят. Что же вы нам дадите. По итогу. Они говорят. А мы вам дадим. Право собственности. Я говорю. Секундочку. Она же не ваша. То есть Иванов Иван Иванович владеет. И уже там третий. Четвертый поменялся. То есть там несколько уже поменялось. Собственников. У вас нет собственности. То есть по сути. Вы с нас берете деньги. Сейчас. За воздух. И по итогу. Когда закончится договор. Мы придем к вам. А вы нам скажете. Что. Вот вам какая-то. Какая-то бумажка. Я сейчас не представляю. Какая бумажка. Что они мне по итогу дадут. По итогу. Право собственности. Они мне по договору не отдают. Это первое. Второе. Они как бы. Какую-то мне бумажку. Чего. Закрытие договора дадут. Ну то есть. А по договору. У нас предмет лизинга. Вроде как идет автомобиль. Ну и. Что мы там получается имеем. Ну. То есть. У меня вот этот вопрос возник. Вот. Сколько мы консультируемся. Таких ситуаций. Ни у кого. Не было. К сожалению. С тем. С кем мы консультируемся. Может кто-то там знает больше. Со всеми. С кем мы консультировались. Юристами. Таких ситуаций у них не было. То есть. Прямо вот сказать. Сто процентов. Идите. Делайте вот так. Они не могут. Либо там. Делайте вот так. Ну то что как бы. Платите. Да. Вы должны платить. Либо не платить. Вы не должны платить. Нужно ее искать. Нужно там. Создавать это все дело. Хорошо. Мы как бы. Узнаем это от Альфа. Что как бы. Они говорят. Что мы там. Что-то там дадим. Мы их уведомляем. Что ребят. Вы наверное не в курсе. Я еду к ним. И уведомляю лично. На их. У них. В офисе. Удомляю их. Что ребят. У вас. Тачка то пропала. Тачка то не у вас. И что будем делать то. По итогу они говорят нам. Вы все равно платите. Обязательно платите. По договору. Вы нам должны бабки. То есть это у них. Вот такой разговор был. Вы нам должны и все. А платите. И как бы. Иначе мы вас запишем. В злостные неплательщики. У вас там еще два автомобиля. Еще две Камри. И как бы. Они у вас тоже в лизинге. И мы вас вот как в черный список. Как внесем. И как испортим им вашу репутацию. Так что давайте-ка вы платите. Я им говорю. Ребят. Давайте так как совместно наверное. Искать машину. Вы же тоже собственник. По сути я даже не могу ее вот пойти. И подать как собственник. Потому что мне нужно разрешение от вас попросить. То есть прийти там что-то вас попросить. Что ребят. Дайте мне разрешение. Чтобы я пошел от этого лица. Подал. Бумажки там. Подал ее в угон. Даже на 159. Мошенничество. С подделкой документов. Мы как бы. Узнаем. Что там да. Есть подделка документов. По итогу. Что мы делаем. Что-то там мы. С Альфа поговорили. От них опять. Ничего вообще. Абсолютно. Только платите. Все. От них. Ребята платите. Я как бы собираюсь. Естественно. Эта машина переоформляется в Астрахани. Я консультирую со своими. Тоже там. Какими-то там. Товарищами. Нужно ехать в Астрахань. Нужно ехать в Астрахань. Писать заявление. На мошенничество. Хотя бы 159. Хотя бы ее в розыск. Ну хотя бы она станет в розыск. Пусть там да. Есть уже законный покупатель. И прочее. Третий. Четвертый. Несу эти договора. Можно аннулировать. Якобы. Юрист мне так и рассказывает. Я еду в Астрахань. В принципе. Все у меня там принимают. Заявление принимают. От Альфа тоже. Бумажки какие-то они там запросили. Ну что якобы. Никакие сделки не проводились. Дополнительные. По договору. Она также все вот проходит. Проходит у Альфа якобы и лизинга. Только поменялся каким-то образом собственник. В итоге. Мы подали заявление. Там что-то началось расследование. Прямо началось расследование какое-то. Прямо там что-то начали. Там даже статью завели. 159. Завели. А потом закрыли. И никто не выходит на контакт. Вот и все. Вообще никто. То есть те следователи которые там занимались. Как мне объяснили. Что статья просто так не открывается. И точно так же она просто так не закрывается. То есть если ее запустили. То есть значит кто-то ее сверху должен наверное и закрыть. Ну как у нас это делается. Да. Скорее всего это так и сделалось. Потому что без объяснения причин закрыли. Ноль. Ноль. Информация есть. Есть документы. Они приезжали в Москву. Они собирали информацию в Альфа. То есть с Астрахани в Москву приехали. Собрали реальные подписи. Реально живые вот эти вот договора. Реально проверили сотрудников кто был причастен ко всем. И есть ли такой сотрудник который подписывал договор переуступки прав. Такого сотрудника естественно не оказалось. Дело прям живое. 159. Все завелось. Все есть. Все завеления есть. Все документы есть. Абсолютно вся у них информация есть. И дело закрыли. Без объяснения причин. На связь вообще никто не выходит. То прям звонили. Наверное каждые два дня мне звонили. Что-то там расспрашивали дополнительно. Там информацию собирали. По итогу все закрыли. Да. Охренеть. Охренеть. Да. Хорошее слово. Комментарий да и серию. Даже становится знаешь интересно. Вот у тебя есть какое-то предположение. Это что должен быть такой за человек. Это что просто за зоро. Современного мира знаешь. Который может вот так вот просто взять машину. В открытую на ней кататься. И никто его никак не найти. Ничего сделать с ним не может. Еще знаешь самое что интересное. Я бы понимал что это была бы какая-то там супер дорогая машина. Что там я не знаю там 50-100 миллионов. Потому что какие-то большие деньги. Но это Камри. Это Камри да. И в глобальном смысле. Это как бы с точки зрения бизнеса. Это копейки. Да. С точки зрения бизнеса подчеркиваю. Я там один физик там копил всю жизнь. И тут такая картина. Ну. Мы тоже как бы наверное так же думали что ну. Хотя здесь же сразу же да. Наверное ответ какой-то. Ну это всего лишь Камри. Кто за нее будет браться. Может быть и вот так. Будь это может быть реально машина за 50 миллионов. Было бы интересно. Там может быть прайс был бы повыше да. В плане там поиска какого-то автомобиля. И наверняка бы ее нашли. Мы все мечемся. Продолжаем да. Там что-то. Почему же отменили там. Что же там. Что же нам делать. В итоге мы пошли в суд. Пошли в суд. Пошли в суд подавать. Ну уже что-то же ГПО. Нам как и рекомендовали наши эти сотрудники полиции. Да. Идите подавайте в суд. Вот это ГПО. По итогу мы пошли подали. Все это как бы дело только начинается. Ну потому что мы же все на статью эту всю надеялись. Что там ее хотя бы в розыске хотя бы поймают. И начнем это все отматывать. Где-то на штрафстоянке она отстоится. По итогу нет. На данный момент. Ну не прям на данный там да. Допустим там через какое-то время там все это проходит. Это все после сотрудников там вот этих альфа там. Что к ним приезжали там с ними там беседовали там. Что-то там у них собирали эту всю информацию. По итогу как бы нам сотрудники альфа предложили воспользоваться услугами сторонних организаций. С которыми они взаимодействуют. Да. Ну это лично наверное сотрудники. Наверное. Я все надеюсь что это все-таки лично сотрудники а не альфа да. Может быть. Может быть это просто разговор чтобы нас как-то там оттянуть. Чтобы мы дальше продолжали платить. Я не знаю как бы тут тоже такая интересная да. Может быть по разному рассмотреть. Но вы по итогу нам предложили воспользоваться теми какими-то специальными этими ну не знаю услугами каких-то людей. Услугами компании. Я не знаю кто там компании люди. Ну то есть я здесь как бы не силен. В общем какими-то назовем их людьми которые занимаются поиском. Вот как мы обращались частным частным поиском автомобилей. Они их едут забирают. Они их едут как бы ну а находят б забирают пригоняют сюда ставят на штрафстоянку. И это дело начинают раскручивать как бы ну судебные там все отматываются договора. Ну главное она уже стоит как бы не знаю как они это делают. Ну как как можно сделать все таки поставить машину в розыск да то есть мы бились там целый год нам в розыск не ставят. Они говорят что ставят за один месяц машина в розыске. Ну то есть у них якобы не пользовался не знаю якобы за 1 миллион рублей. Да. Но заплатить надо сразу? Нет по факту. Да. То есть они все сделают машина будет и миллион рублей. Да. Вы отказались? То есть нет не буду лукавить не отказался. А согласился? Согласился. Так. Да. Но по итогу ничего. Да. То есть я и говорю поэтому мне кажется что это либо тянется время либо это сотрудники Альфа просто сказали вот просто сказать. Либо просто да ну как бы да в какой-то там может контакт может быть они что-то сами хотели сделать. Может быть они там что-то найти сами. Может быть они реально знают им кто-то что-то сказал. Без понятия. А то и здесь можно думать да все что угодно потому что тачки по-прежнему А нет. Но дали информацию дали информацию что машина стоит продается в каком-то автосалоне в России. О. В каком-то. В каком-то. Мне не сказали в каком естественно да. Но я как бы наверное ничего не могу сделать. Я же сейчас если приду со своим оригинальным ключом открою машину и как мне сказали сотрудники то те же сотрудники которые мне завернули мое дело да в ОВД. Если я приду со своим ключом и сейчас сажусь в свою машину и уезжаю на ней сто пятьдесят восьмая да угон. Угон. Я угоняю машину свою машину угоняю. И потом разбирайся на тебя статейку заведут и потом будете разбираться. То есть получается ты приходишь в салон с ключом оригинальным от машины с документами купли там продажи от лизинга с ПТС условно с ВИН номером все ты показываешь. Там электронный да ПТС он же сейчас. А уже в этом электронном ПТС машина числится за другим человеком. А уже за другим. Да. Поэтому ты кто такой? Ты вор. Ты вор и мошенник. Прикольно. Да. В любом месте я ее нахожу сажусь уезжаю все я ее угнал. То есть понимаете да. У нас как бы вот так вот выстроена вся схема как бы чтобы ты в принципе ничего не не добился. Ну наверное и вот даже даже вот вот она твоя вот на твоя ласточка стоит да. Вот он твой ключ оригинальный у тебя документы настоящие и ты платишь за нее до сих пор. Каждый месяц ты отчисляешь лизингу эти платежи да. А по итогу ты ее взять не можешь. И лизинговая не может взять. А платежист нас может взять. То есть вот здесь вот вопрос абсолютно никак не содействует да вот сама лизинговая абсолютно никак полностью вот прямо знаете общался с многими лизинговыми. У меня там есть где-то уже хорошие там даже друзья есть в лизинговых да. Не потому что мы ими пользуюсь потому что мы ими не пользовались. Ну они всегда как бы с нами вели диалог да пытались ну и как-то мы вот подружились да. Я вот им историю рассказываю. Они говорят что это абсолютное как бы забивание да на клиента ноль клиентоориентированности ноль. Потому что они все в принципе рассказывают что нужно делать всегда. Они ведут с клиентом то есть да по сути даже изначально говорилось нам как бы потом уже да. Ну не прям с самого начала когда мы уже в альфа пришли и сказали что вот а что же делать. Вот машина же а вам надо было изначально знаете что сделать вам нужно было об угоне заявлять что вас из-под окна угнали. Я говорю так я же по закону пошел зачем мне обманывать то есть я хочу по-честному я не хочу врать я не хочу спать с этой мыслью. Я не хочу как бы вообще что-то придумывать зачем мне эту историю сочинять. Я пришел в полицию все это рассказала мне полиция сказала нет. По сути я должен прийти в полицию сказать ребят вот у меня есть ключ один а второй у альфа оригинальный. Машину угнали ключ у меня у меня она была возле окна и все то есть я должен обмануть изначально следствие. На сегодняшний день конец августа 2023 года что ты имеешь на сегодня. Я имею лизинговый платеж ежемесячный какой долг у меня 60 60 на 64 округлим 64 тысяч рублей соответственно долг перед альфа лизингом меня там составляет что-то там порядка 700 тысяч рублей и от машины я имею только ключ класс все да ключ оригинальный заметь оригинальные 2 оригинальный у стоит а а ну и соответственно я имею знание о том что машина где-то моя продается она не разобрана она продается я за нее продолжаю платить она продается за неплохую сумму нынче и соответственно я как бы вот что я имею по итогу я да ну а сегодня какие у вас там сейчас суд идет или что ожидания да будет суд будет суд вот ближайшие дни он кстати в конце августа у нас это второе слушание бы первое там было ознакомительное солнышко первое было ознакомительное соответственно тот человек не пришел на который виноват да он на суд не пришел я там лично присутствовал никто-то не пришел на этот на это слушание уже должно вызвать пригласить не вызвать пригласить да пригласить его же пригласить альфа мобиль обязательно это судья как бы уже прокомментировала но и соответственно мы должны прийти и вот она будет как бы разбираться потому что у судьи тоже возник вопрос после того как она меня выслушала что а почему же альфа мобиль никак и ничем вам не помогает как собственник как собственно говоря да тот кто с нас берет деньги там да ну кто в принципе по договору они как бы и должны что-то нам наверное что-то там кроме того что брать деньги ну как бы да вот у нее тоже был такой вопрос ну короче теоретически ситуация может развернуться даже так что вы там добьетесь того что суд скажет так машину в арест человек какой-то купит эту машину в салоне и на момент покупки она там вроде как прозрачно все здорово да потом его машина падает в арест и вот тоже дядя ведь они словно по улице заработал купил его потом скажет машина оказывается там последствием давай-ка я сюда и денег естественно ему хрен абсолютно верно по себе прос której верно да то есть пострадает два человека которые в принципе вообще как в наши вы как купили честно платили он куда-то платил а вот этот промежуточное звено которые никто не ищет да никто его не ищет все знают что это было мошенничество абсолютно до 159 возбудили то есть мошенничество по факту там поделки документов там кражи не краже там поделка документов там целью там что там как-то там они написали там с целью там якобы не хищение с целью перепродажи там что там как то есть какая-то была длинная как бы нам-то в руки тоже документ кстати никакие не дали хотя я заявитель ничего нам не дали абсолютно ничего нам сейчас не дают закрыли дело и просто вот как-то вот тихаря а ты не знаешь да правильно в каком салоне эта машина стоит и к сожалению не по какой цене вообще хоть продают такой цене знаю по какой 2 700 мне сказали вот прикинь просто 2 700 вот даже если просто предположишь там какой дядька там что-то пытается откупаться сколько вообще как какие деньги он там может предложить чтобы там дела закрывались так вот даже просто порассуждать вы просто думаешь ну чё за бред блин как бы может там брат сват какой откуда же мы знаем ну вот да и просто просто непонятно думаю а может быть на поток что-то поставлено мы тоже не знаем вот да 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 может вполне допустимо что там на поток потому что тот человек который мне помог с объяснением да ну вообще с тем что узнаю узнал когда когда я узнал вот он мне помог что машину там такого-такого-то числа там переоформили такой-такого-то числа там ее опять переоформить как такой такой-то у нее номер нынче то есть данный человек просто вызвался помочь он помог абсолютно бесплатно между прочим да есть такие люди помог рассказал все и вот он говорит что на данный момент на данный момент астрахань как раз таки и является вот одно из вода один такой триггер такой прям мощный в котором реально пропадают что оттуда машины едут с астрахани на них очень особое внимание что это кстати вот всем там кто любит покупать машины где-то там подешевле лайфхак бесплатный то что в астрахани это тот триггер в котором реально что туда что обратно машины вот как бы где они его там фигурируют документы лепятся вообще прям только только в путь так что вот как бы до чтобы люди тоже обращали на это внимание ну почему бы и нет чтобы ты посоветовал людям как вот перестраховаться от этой всей истории да а смотри чтобы я посвятил договором ты себя никак не перестрахуешь абсолютно никак договор эта история как бы такая да ну это гпо все это гражданское право и отношения как ни крути ты идешь сразу же со своим заявлением на гражданское право и страховать ее конечно полная каска от всех случаев но это тоже неподъемно каска нынче золотые но если есть возможность а страхуем каска полная каска да ну понятно то может пересмотреть но хотя бы на такие вот моменты что ты ее дал и она у тебя исчезла и ну это но это полная каска сами понимаете она золотая еще конечно совет но это такой мне уже посоветом не уже посоветовали поделюсь вшивать чип который раз сутки появляется у тебя в телефоне все и в первые же дни ты ее поймаешь потому что остальное блокируется да все вот эти вот противоугонки суперские маячки нет ну я считаю что это не настолько работает есть все но такие умники которые наверняка и этот чип находят но хотя бы не эти кустарные да и я не думаю что в камре будут ее искать ну такие специалисты да вот полезут образом в такие простые машины конечно если тебя там гелик там либо что-то еще там дорогое но это там уже совсем другое я просто хотел спросить это 2400 который вы по сути получается про фукали которую там в никуда то есть вот эту работу которую вас там проделали 8 машин они по факту делать перекрываются за практически там если не под ноль то процентов 8 и сжирается пропажа от этим автомобилем практически наверное все и сжирается мы вот в целом посчитали экономику да и по более наверно 80 сжирается потому что ведь мы еще забываем до обслуживание автомобилей которые ну это тоже там резина да вот это все вот это вот мы все что изначально там вот эта установка тех же вот этих вот маячков там да это тоже денег как бы все стоит и в целом и так вот прикинули ну ну плюс-минус ну 80 90 ну чё как тебе нормальный бизнес прибыльный а ну как в ноль до классный бизнес молодец да поэтому поэтому да и либо начинает наверное нужно с большого парка я так думаю ну из своих соображений с большого парка у тебя одна потеря да она не так будет сказано даже если вот такая либо там дтп опять тотал да как бы на тебе это что-то выплатят но опять не всегда поэтому дтпш кидают эта вся история поэтому да наверное только вот если начинать с большие с большого объема ну и все а иначе ты ну вот сами понимаете да все хоп одна машина все съела абсолютно вот вся наша маржа все наши морковка которая у нас висела до какого слика так она вся и осталось висеть там мы так и не откусили ну что как вам такая зарисовочка и ситуации жизни как я считаю снимаю шикарный взрослый контент который действительно взрослый не шуточки не разве кушечки это все есть на других каналах а вот такие ситуации ну представь кто-то решил заняться бизнесом дополнительным колымчиком взял автомобиль в лизинг катается вроде бы зарабатывать что-то начал друга подключил друг еще кому-то дал автомобиля потом херакс и автомобиля нет и вот ты оказываешься вот в подобной ситуации начинаешь бегать человек рассказал правду ровно так как он подавал заявление что он рассказывал в полиции поэтому друзья делайте выводы как я сказал в самом начале сюжет создан для того чтобы вы и я в том числе все мы с вами были на чеку и понимали что может произойти если вдруг вы знаете как человеку помочь дать дельный совет пишите ему на электронную почту ваше мнение можете высказывать в комментарии я надеюсь то что ролик был полезным и интересным до новых встреч всем пока пока